Дорогие друзья, зона Лазерсона вас категорически приветствует. Сегодня новогодний десерт, но продукты простые. Никакой снегурочки в компонентах у меня сегодня нет. Мандарины, кусочек масла, сахар, яйца, немножко сливочного сыра. Похоже на десерт Павлова, но Павлова-Лазерсон, вот так называется десерт. Значит, я сейчас должен взбить белки с сахаром. У меня уже три белка. У меня два белка уже есть, вот в стакане, я сейчас возьму третий. Яйца я помыл. Яйца всегда лучше помыть перед использованием, чтобы вы из них не делали. Желточек я сохраню для будущего. Значит, смотрите, у меня три белка, стакан сахара. Это будет меренда, не удивляйтесь, сахара много. Значит, я сейчас включу кухонный комбайн. У меня сегодня комбайн Граф. Я люблю этот комбайн, потому что он мощный, очень устойчивый. Название под меня хорошо, Граф Лазерсон, да. Планетарное движение осуществляет венчик. Это значит, что планетарное движение – это очень эффективное взбивание. Но знаете, в чем фишка вот этого комбайна? Он работает настолько тихо, то под него даже засыпать хорошо. А если вы ночью что-то готовите, соседи не проснутся и не придут к вам на вашу еду. И еще важно сказать, что это цельнометаллический комбайн. Он поэтому очень устойчив. Знаете, бывает, когда замешиваешь какое-то крутое тесто, там, для мантов, например, то тогда машина начинает болтать во все стороны, а этот не болтается никуда. Значит, давайте я включу, послушайте, как он тихо работает. Абсолютно тихо. Я не встречал еще настолько тихий и эффективный кухонный комбайн. Посмотрите внимательно. Я беру вот один мандаринчик и немножко мандаринового сока в меренгу выдал. Я даже не всю половинку отжал. Знаете, зачем? Яйца всегда лучше взбиваются, когда есть легкая кислинка. Я мог бы добавить сюда немножко лимонного сока, либо даже уксуса. Чуть-чуть. А я сделаю сейчас мандариновый крем. Это вид такого крема, он называется курд. Это в английской версии. Кэрд называется. Да, я сейчас его сделаю. Значит, мне для этого надо взять... Ну, мандарины, это же символ Нового года. Поэтому вот мандариновый сок мне сейчас понадобится. Я сейчас мандаринки буду отжимать. В обычном цитрусовом прессе. Вот я сейчас отожму. Мне нужно, знаете, сколько? Мне нужно где-то 80 миллилитров. Ну, это примерно полстакана, да, обычного. Я даже взвешивать-то не буду. Я просто стаканом померяю мандариновый сок. Я пока сейчас взбиваю, видите, белки с сахаром на невысоких оборотах. Сейчас я померяю уже мандариновый сок, сколько у меня его есть. Померяю его. Нет, нормально, больше даже не буду. Мне будет вполне достаточно. Значит, вот миска, смотрите. Миска. Мандариновый сок. Где-то 100 граммов сахара в миску. 50 граммов сливочного масла. У меня здесь масло чуточку большее. Я знаю, где будет 50. И, ребятки, 3 яйца. Вот у меня 3 яйца. 1, 2, 3. Я могу немножко увеличить обороты уже. Я ставлю миску над водой. Вот так вот конструкция. Это будет у меня паровая баня. И включаю нагрев. Венчик. И поехал. Сейчас я подловлю закипание. Надо убедиться в том, что вода закипела. Тогда я поставлю. Потому что я уже должен постоянно помешивать. До образования такого однородного густого крема. Вот это будет моя задача. Вот, ребята, вода закипела. Но у меня уже и белки взбиты. Я машину выключаю. И тогда я пока подожду с мандариновой частью. Потому что я сейчас должен буду сделать меренгу. И она будет у меня сушиться в духовке. При 120 градусов там какое-то время. Ну, минут 40 точно. Поэтому я лучше сейчас машинку подниму. Вот, посмотрите, да. Вот, видите, ничего не падает. Вот этот веник. Очень дети любят облизывать. Да, вот так вот облизать его прямо. У меня есть кондитерский мешок. Да, это можно просто выдавливать из обычного пакета. Срезать кончик без всякой металлической вставки. У меня она есть, поэтому я использую. Вот так. Значит, вот у меня протвишочек с выстеленным пергаментом, на котором я буду сушить меренгу. Буду делать такое подобие такого розанчика, ну, такой корзиночки, что ли, да, в которой я утоплю потом этот крем и немножко сливочного сыра. Это будет выглядеть вот так. И дно закрываю. Ну, пусть у меня будет 4 штучки. 4 болванки плюс мини-версии. 120 градусов. Ну, думаю, что 40 минут. Я сейчас сделаю крем, потому что он тоже должен остывать. Здесь логично получается. Это отпекается, а крем будет остывать. Значит, я увеличиваю сейчас кипение, чтобы оно было эффективным. Ставлю эту штукенцию и поехал постоянно подмешивать. Вначале растает масло, а потом это масло начнет густеть, потому что будут сворачиваться яйца, но они хлопьями не пойдут, потому что я постоянно все это перемешиваю. У меня получится густой, гладенький, блестящий крем. Вот уже есть тенденция к началу загустевания. Я иногда могу делать вот так, немножко приподнимать. Вот я работаю тоже как настоящий кухонный комбайн, только я уже живой. Двигатель у меня переменного тока, но я также работаю тихо, как и мой граф. Когда он остынет, этот крем, он станет ощутимо гуще. Он ведь сейчас горячий. Заваривание, загустевание произошло. Я вам сейчас покажу результат. Вот, смотрите, я снял с нагрева и продолжаю перемешивать, чтобы чуть-чуть остыло. Смотрите, у меня маленькая мисочка есть, да? Я сделаю вот так. Вот, посмотрите, какой он гладенький, без комков. Все, сейчас он немножко остынет у меня на воздухе, перестанет немного парить, тогда я под пленочкой его и в холодильник. Так что мы теперь ждем отпекания меренги и хорошего остывания этого крема. Вообще, этот десерт очень легкий, как в приготовлении, так и в употреблении. Потому что, когда мы наедимся всяких салатов и горячего, у нас часто до десерта уже не доходит, до тяжелого десерта. Должен вам сказать, что есть много принципов составления праздничного меню. Это не так-то просто, как вам кажется. Но у меня очень большой опыт в такой работе. Поэтому я должен вам сказать, что я составил уже целых два сборника праздничный стол. Это не просто совокупность рецептов. Это большой цельный материал. Все сопровождается видео, каждый рецепт. Текстовый рецепт, правила подбора продуктов. И что очень важно, алгоритм действий. Что делается накануне праздника, а что делается в день праздника. И все это для того, чтобы вам было проще, потому что за вас подумал я. Эти сборники можно приобрести. Можно приобрести их вместе пакетом, а можно приобрести по одному, как хотите. И самое важное, среди всех купивших оба сборника, мы разыграем специальный приз. Это будет мой личный мастер-класс. Либо вы приедете ко мне за мой счет, либо я таки приеду к вам, таки тоже за свой счет. Если у вас есть этот сборник, тогда у вас нету головной боли, тогда у вас нет никакой праздничной суеты. Вы спокойно можете проводить время со своей семьей, радоваться и наслаждаться жизнью. Ссылочка на эти труды в описании. Ребята, вот результат. 40 минут на 120. Внутри они немножко еще такие клейкие, мягенькие. Вот то, что я люблю. Подольше подержите, они будут совсем хрустящими. Значит, вот болванки. Я сейчас их положу на блюдо. И теперь туда помещу сливочный сыр. Это самый обычный сливочный сыр из коробочки. Он не сладкий, потому что здесь и так сахара много. Вот так. И сверху, если помните, мандариновый крем. Он поставил в холодильнике. Он стал гуще. Беру уже здесь просто ложкой. Вот, смотрите, какой он нежный идет. Крем остается, значит, его можно просто съесть как десерт. Положить его в рюмочки, в стаканчики, например, дополнительно. Вот так. Ну и теперь подчеркнем, что здесь есть мандарин. Я сейчас очищу мандарин до долек. Так, я сейчас сниму пленочки. Вот у меня острый нож. Я срезаю вот так краешек. И просто долечки открою. Наверное, по 4 штучки. Да, по 3 штучки на каждую павлову. Дольки открываю. Так я их очищаю. И они могут вот так лечь, как лягут. Это будет хороший десерт детям и взрослым. Хорошо после нормальной трапезы. И теперь раздвину. Вот сахарная пудра. Она в большей степени мне попадет на тарелку. Вот, друзья, это был десерт. Версия десерта Павлова в моем исполнении. Так что очень вам рекомендую. Зона Лазерсона всегда с вами. С наступающим Новым Годом. Смотрите канал. До встречи.